Как подключиться к конференции, созданной на сервисе Zoom с персонального компьютера? Пошаговая инструкция. Что вам потребуется для того, чтобы стать участником конференции? Первое. Стабильно работающий компьютер, ноутбук под управлением любой операционной системы. Второе. Вы должны быть участником нашего чата VivaStars. В чате появится ссылка на подключение вот такого плана, как я сейчас выложил. Для того, чтобы ссылка открылась, требуется выполнить одноклассный щелчок левой клавишей мыши. Перед вами откроется окошечко регистрации на конференцию. Вы заполняете поле со своим реальным именем. В поле «Фамилия» вбиваете свою фамилию и указываете адрес электронной почты, которой вы пользуетесь. Все эти данные должны соответствовать данным, которые указывали при регистрации в нашем Skype-чате. Последнее, что нужно сделать, это ввести вот этот мигающий код CAPTCHA и нажать на кнопочку «Войти и начать конференцию». Если вы до этого момента никогда не пользовались конференциями, созданными на сервисе Zoom, то первое, что вам необходимо будет сделать, это скачать клиент Zoom на свой компьютер. Делается это только один раз. Я покажу, как выполнить это действие в основных браузерах, работающих под управлением операционной системой Windows. Я сейчас нахожусь в браузере Яндекс. Выполняю клик по ссылочке «Загрузить и запустить Zoom». Начинается процесс скачивания клиента в Яндексе. Если он у вас появляется сразу же в правом верхнем уголке, клиент небольшой, скачивается очень быстро. Если по умолчанию на вашем компьютере установлен браузер Google Chrome, то именно он у вас откроется при щелчке на кнопку «Войти в конференцию». Загрузка клиента в Хроме выглядит следующим образом. Опять же, нажимаете на кнопочку «Загрузить и запустить Zoom». Загрузка производится внизу экрана в левом уголке. И как происходит загрузка в моем любимом браузере Mozilla или Firefox. Здесь будет выглядеть немножко по-другому. Даже по-другому выглядит вот это первое окошечко. Нажимаю на ссылочку «Загрузить и запустить». Открывается всплывающее вот такое окно. Где необходимо нажать на кнопочку «Согранить файл». И пошла загрузка файла. Он загружается вот в этом месте. Тоже он уже загружен. Следующее действие. Запускаем загруженный клиент. В Яндекс.Браузере просто щелкаем вот на этот значок. В Хроме просто тоже можно щелкнуть на значок. Либо выбрать действие «Показать в папке» и щелкнуть на значок программы. В Mozilla нажимаем на ссылочку «Загрузки». И опять же щелкаете на клиента, либо показываете его в папке. Вот он. И здесь уже, если вы открыли клиент в папке, выполняете двукратный щелчок. Вот сделаю процесс установки в браузере Яндекс. Щелкаю на загруженный клиент. Начинается процесс установки клиента на ваш компьютер. Вам ничего делать не надо, только подождать. Вот клиент установился. Нажимаем «Подключиться с видео» или «Подключиться без видео». Все в зависимости от того, хотите, чтобы вас видели, либо не хотите. Нажимаем «Войти с использованием звука компьютера». И вы становитесь участником конференции. По умолчанию, при входе в комнату, звук у вас отключен. Нас уже больше 63 человек. Поэтому, если кто-то будет говорить на конференции, то будет очень много шума. А видео вы можете включать, можете отключать. Вот щелчок на значок «Видеокамера» отключает видеоизображение. Включать микрофон можно будет только в одном случае, когда в конце нашей встречи будут ответы на вопросы. Если у вас длинный вопрос, вы можете его продиктовать голосом, но это будет обговорено во время конференции. Чтобы включить микрофон, щелкайте по этому микрофону, открывайте списочек доступных у вас микрофонов, чаще всего их несколько. И если вы начинаете говорить, а звук не идет, значит у вас просто не выбран правильный микрофон. Выбирайте правильно, выбранный микрофон отмечен галочкой и продолжайте говорить. Значит, все вопросы, вся коммуникация у нас будет идти в чате. Поэтому вам необходимо обязательно включить чат. Для этого нажимаем на кнопочку «Подробнее» и выбираем чат. У вас открывается вот такое окошечко, где вы можете писать свои вопросы без ошибок. Нажимать клавишу «Интер» и ваши вопросы будут видны мне и всем участникам нашей встречи. Я закрою окно, то есть выйду из конференции. А сейчас я вам покажу, как подключиться к конференции, если вы уже пользовались Zoom на этом компьютере. Это будет значительно проще. Загрузок клиента не потребуется. Просто щелкаем на кнопочку. Опять же заполняем форму регистрации. Это обязательно я поставил необходимым условием пройти регистрацию. Нажимаем «Войти в конференцию». У вас появляется другое окошечко. Так как клиент уже загружен, требуется нажать только на эту кнопочку «Открыть приложение Zoom». Нажимаем на эту кнопочку и опять же подключаемся к конференции. Дальше то же самое. Включаем чат и пользуемся. Сразу отвечу на вопрос, который практически всегда задают. Будет ли запись встречи. Запись будет. Она будет доступна и в чате, и в нашем учебном центре. Пожалуйста, по всем техническо-организационным вопросам обращайтесь в Skype и WhatsApp Виктория Петрова. То есть человека, который добавлял вас в Skype-чат. Вот ее логин в Skype и мобильный телефон, на котором установлен и WhatsApp. До встречи в субботу в 10 часов.